Которые знакомы, даже родители мои понимают, что того человека, который сел в тюрьму, уже нет. Сейчас уже другой человек. Сергей в тюрьме с 18 лет. Сейчас ему 29. На свободе кисти в руки не брал. Некогда было. Все кражи, грабежи и более серьезные преступления. А в заключении пришел к Вере. Покрестился, заочно закончил семинарию, получил благословение на написание икон, многие из которых теперь украшают храмы Ярославской области. За два с половиной года где-то было написано, может, около 100 икон. Это размер, соответственно, где-то 20 на 25 сантиметров и 115 на 70 сантиметров. Большие иконы были написаны в храм, в помощь, потому что там трудно материально храм восстанавливать. А иконопись на воле заказывать, это дорого стоит. Его мастерская расположена в строящемся храме. Верующие осужденные с поддержкой руководства своими руками обустраивают религиозные места. В тюрьмах традиционно много верующих. Многие за годы размышлений приходят к Богу. Но Рыбинская колония номер 2 выделяется даже на общем фоне. Здесь по инициативе и руками осужденных 2010 года строится полноценный основательный каменный храм. В 2014 сооружена купель для омовения. А буквально в двух шагах находится единственная в закрытых учреждениях области мечеть. Отец Михаил бывает здесь не реже, раза в неделю. Говорит, потребность высока. Почему именно в тюрьмах люди часто задумываются о вере, объясняет притчей. Шел мужик по деревне, на него собаки напали. Он боком-боком зашел в храм, повернулся, смотрит полный храм народу. И думает, надо, чтобы собаки народа нагнали в храм. То есть притча такова, что наши скорби все равно приводят вольно или невольно к Богу. Вот и накрещение православной общины пополнилось двумя взрослыми мужчинами, осознанно пришедшими к такому решению. Не стоит совершать того, что было раньше. И вообще, я думаю, вера в Бога усиливает дух человека. Омовение в Ордане совершили около сотни осужденных. Руководство УФСИН всячески это поддерживает. Духовно-нравственное воспитание – один из основных путей исправления. Крестившись и посещая эти мероприятия, они кардинально меняют свое отношение к условиям отбывания наказания, к порядку отбывания наказания, становятся более дисциплинированными. Как и полагается, в праздник закончилось все накрытым столом. С чаем, пирогами и сладостями. Артем Петрожицкий, Сергей Гордиенко. День в событиях. День в событиях.